Музыка 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 Новый Завет Новый Завет Учительница приходит в учительскую, плачет, говорит директору, увольте меня, что случилось? В классе сделала замечание ребенку, иммигранту, а он сказал, женщина, если ты будешь на меня кричать, я тебя убью. Нормально? Я не представляю, как сейчас можно работать в школе. Вот пример из практики Игнатия Тихоновича. Приехала женщина с одним, так сказать, трудным ребенком. Она ему что-то говорит. Нужно внимания, игнорируй. Когда Тихонович взял свои руки, встряхнул этого ребенка, как это своя система взыскания. На следующий день мать кричит, ребенок, как молодой же ребенок, быстрее бежит к матери. А до этого она могла сколько угодно передать, но внимания. То есть он имел действенную, имеет действенную такую методу работы с трудными подростками. Надо отдать ему должное. Вот сегодня группа гостей из общины Игнатия Тихоновича, или из тех, кто под его влиянием новоцерковлилась, наверное, не совсем подходящее слово, евангелизировались. И чувствуется, что у них стержень, что их не сдвинешь. Как-то не читая отчетливо по-церковно-славянски. Нет, лучше бы по-русски было, с точки зрения, для слуха народа Божия. Это одна из позиций Игнатия Тихоновича. Ну, несмотря на некоторые детали, в общем-то, надо отдать ему должное. Действительно, большой духовный муж, просветитель, евангелизатор. И слава Богу, что такой человек появился на нашей земле. Ну вот, Никола, насколько я знаю, привез книги Игнатия Тихоновича. Игнатия Тихоновича, они были адресованы и Митрополиту Сталябряческому Корнилию, и нам. И что-то при передаче Митрополиту из его уст прозвучало о нас. Но кое-что я слышал, батареять не надо. О том, что вы еще не сказали, Никола, это можете добавить. Вообще интересно, у нас в последнее время с ним очень интересные такие взаимоотношения. При встрече у нас все идеально. Так сказать, мы расшаркиваемся друг перед другом, любезности произносим. А когда мы не вместе, а с кем-то из других, он тогда дополняет уже несколько в другом ракурсе свои характеристики, свои мысли. Никола, вам слово. Мы много дорог привезли. Да, как духовных, так и материальных. Исключительные продукты, творог и так далее. Прекрасно просто. Ну, я не знаю, как лучше. У нас, поскольку книг много, я подумал, что каждый что-то скажет, подарит книгу вам и что-то зачитает из нее. Так будет интересно. Да, а у нас в последнее время, чтобы знал Алла Игнатиев, что у нас при выступлениях каких-то, в случае праздника, юбилея, обязательно я прошу из нескольких десятков цитат, которые за вашими спинами, интегрировать в ваше выступление нечто из слова Божия. Кажется, это вполне приемлема ваша методика. Хотя, я немножко напоминаю, как в советское время не только дети выходили, и каждый по куплетику какого-то сикотворения или какого-то проговора делал. Лицом, наверное. Да, как удобно. Сегодня, бать, что вы хорошо очень получили, получение такое было от вас. Очки. Получение было от вас, и когда я на службе еще стоял, кто тоже вспоминал Слово Божие, получение ваше было на местописание, где Христос говорит «Иди, вера твоя спасла тебя». А в другом месте в Писании мы читаем, что вера без дел мертва. Бесы веруют и трепещут. Поэтому, а как мы будем подтверждать нашу веру? Только делами. Делами какие-то. Соблюдая Слово Божие и каноны церкви. Каноны, как известно, они возникали для того, чтобы люди не ошиблись, не оступились в духовной жизни. И пока я стоял на службе в храме, я засчитал четыре нарушения канона. Девяностое правило Шестого Вселенского Собора запрещает земные поклоны в воскресный день. Написано «Ради чести воскресения Иисуса Христа, земляный поклон несовершаемый». Есть исключения, когда чаша выносится. Но в храме многие кланялись не помимо этого места. 170 святых отцов собрались на Шестом Вселенском Соборе. И в Духе Святом они эти постановления изрекли. Шестой Вселенский Собор, 96 правило. Продобритие. Чтец тоже стоит, поет, бороду побрил, как жена Ликий сразу выглядит. Нарушение 96 правила. Торговля в храме. Христос дважды угонял продающих, покупающих из храма. Мимо прохожу лавки говорят 800 рублей на год. Нарушение 76 правила Шестого Вселенского Собора. И разговоры в храме. Батюшка по учению говорит. Говорят, ходят, что-то суетятся, ничего им не надо. Златоуст говорит, что и напрасно пороги Божьи топтал, если духовно невозрос, не рассказал, не принес домой ничего. Нарушение 70 правила Шестого Вселенского Собора. Все эти правила перечислены в этой книге, которую мы дали на Батюшки. К истинному православию называется. Она в 2023 году издана в третий раз. Дополнена. И здесь есть очень много цельнейших материалов, в том числе просто радоваться, в том числе есть помощь кающемуся священнику. Ну и, естественно, основные темы. Это Слово Божие, о молитве, о покаянии, о высковеди, о церкви, про католиков есть, отцы и дети, о семье. Все вот в этой книге вы найдете. Кто пожелает, если приобрести, то мы на Авида сделали объявление, можно заказать, и мы вам вышли. Или можно там найти меня, здесь живу недалеко, на проспекте Мира, метро. Надо подъехать, и клипу эту вот передавну. Вот эту книгу мы дарим трех экземпляров. Сейчас я один рукой держу, видите? А так их три. Один вам, и еще два подарить. Ну, по поводу поклонов. Я много раз на эту тему говорил. Да, действительно, есть правила Шестого Вселенского Собора. И мы не делаем земных поклонов, как пост, например, на Аллилуйя, на Святый Божий. Обредите, поклонимся. Вы привели в качестве исключения при выносе чаши. Хотя об этом не говорится. Правило в данном правиле. Есть такая вещь. Да, в целом так. Но есть, согласно уставу, изначально некоторые изъятия из этого правила. Когда, допустим, при приложении святых даров сигналом для мирян является слова священника возраст изрядно при святей, все творят земной поклон в течение года. То же самое относится к окончании молитвы «Достойно есть». Также при подходе к Евангелию к иконам. Поэтому люди обычно в целом как бы сказать. А на самом деле намного больше нюансов, намного больше частности каких-то в сложном организме, как в старой чин, там есть свои такие моменты, когда это сохраняется в качестве изъятия из общего правила. Но это было изначально обед древних. Мы это не выдумываем. Мы воспринимаем так, как молились наши отцы. На это есть ссылки, соответствия. Я сейчас не привезу, конечно, какие-то кормчие или еще где указания, но это есть, это не просто, это не какие-то выдуки. Что касается того ли в храме, но максимально мы это все стараемся минимализировать. Торговля от Херувимской до Штатая Святым у нас прекращается. Всякие там разговоры, я, например, сегодня несколько раз делал замечание за то, что перед службой громко говорили, не мешали священников, которые в это время настраиваются на службу, подготавливаются необходимые, читают соответствующие молитвы, и тут должна быть атмосфера тишины, чтобы он мог настроиться на это. Что касается время поучения, ну вот она, раба Божия, попала под горячую руку. Странная особенность, как только начинается поучение, начинает человек метаться по храму, кружиться, хотя я вот еще раз напомню, три варианта есть для дежурного по храму. Первый вариант сидеть со всеми, второй вариант выйти сразу из храма, третий вариант сидеть как мышка там где-нибудь в пределах или в притворе, чем-то заниматься, но не метаться перед глазами, раз замечание, два раза замечание, ну такая моя первичная реакция. Я хотел спросить, вы отправляетесь у имнатип Челапкина, потеряете вообще или же все-таки живете в Москве на проспекте мира, а управляете заочниками? У нас все, кто приехали, мы все живем в Москве, в Москове, и как и многие, у нас в скайпе есть группа, по свете библии называется, каждый день созвон делается, утреннее, вечернее правило, с пяти утра начинается, семь раз в течение дня, у кого есть время, сто поклонных молитв, примерно 10 минут занимает, и, слово Божие, почти каждый день с толкованием тефилакта мы взбирали, поэтому у нас такая виртуальная общая сложилась, там порядка 180 человек в группе находится, но на занятиях от 70, там, ну, 70-30, вот так бывает, человек, в основном, кто желает, можно присоединиться, опять же, потеряем, мы, когда тихо, что, приезжаем на лето, там, помогаем, какие-то труды, какие-то нужно, там, где-то брус починить, там пора заушилась, где-то еще что-то, набираемся от духовной мудрости, живем рядом с ним, и, ну, самое главное, то, что у нас общение, это любую минуту, каждый, вот, зваться любой, может, любой человек, позвонить ему по 4 утра в Москве, по 4 вечера в Москве, с любым вопросом, он всех принимает, рад и самому, и плюс, он на занятиях всегда какие-то вопросы, звонит, то есть, у нас общение идет постоянное, и это не как-то утомительно, всем радость, и поэтому, да, мы живем здесь, в Москве, я окажу в церетский монастырь, мужской, уже лет 6, но там ни один батюшка ни разу зашел, там, 5 лет, сколько я ходил в детство, и не спросил, почитал, какие-нибудь в актуру, что-то от него понял, а почему мы с одним и тем же набором крыльков как-то подходят, и так далее, и, ну, в общем, ревности по Богу как-то не возжигалось, через то, что я просто как-то один, зачищался, исповедовался, и то, когда я встретил Рина Тихоновича, и послушал его пробоведь, и действительно, я понял, что это не шутки, ты либо меняешься, в соответствии с тем, что в слове Божье написано, у меня опять не слово Божье появилось, потому что его раньше не было, опять же это хроно, либо ты не меняешься, и тогда ты с этим миром погибаешь, вот этого у меня не было, просто лично найти, почему. Спасибо, Христос. Миру всем братья, я хотел представиться, вкратце расскажу, меня зовут Иван Грибанов, я примерно уже умировал в 2012 году, в сентябре, ну, был такой вот церковленный, и такая жизнь была, знаете, ну, исповедуешься, причащаешься, вроде и читаешь, учитываешься, а, ну, в жизни нету, все одно и те же грехи, как белка в колесе, крутишься, вот, и я начал искать, почему же так, почему так происходит, а потом стал читать саму Библию на русском языке, и, ну, просто меня начал выражать, что, как у нас устройство, не такое, вот так же, Господь поведал, и я даже, повезло до того, что я потом прочитал книгу Бориса Кутузова о старообрядцах, может, кто-то читал, да, осколок 17 века, вот, я ушел к старообрядцам, ну, смотрю, и там то же самое, ну, что ж такое-то, и спрашиваю, братья, ну, с кем-то можно по Библии поговорить, кто-нибудь что не знает, даже кто-то, который, может быть, один человек из всего храма знает, но там у него времени нет, у него много детей, вот, и начал читать святых отцов. О Библии поговорить, не сектант ли ты? начал читать святых отцов, и там тоже большие священия, какие у святых отцов были противоречия, одни из них были иконоборцами, другой был такой, значит, миренный, говорит, иконы оставь в Коране, но за решение поклоняться, третий, говорили, что будет всеобщее спасение, апокатастосиси. Ну, и вот эти вот смущения, где же Вера-то? Пошел к баптистам, вот, и там, смотрю, ой, как у них хорошо, у них вот, читаешь Слово Божие, они читают Слово Божие, как-то обсуждают, ну, толкование у них ложное, конечно, они отрицают это все, вот, ну, люди хорошие, но, ну, это не церковь, конечно, вот, а потом, случайно увидел, мне друг, один неверующий показал, видели, Сыгна Техничем, ну, я вначале обратил внимание, а потом посмотрел его проповеди, насколько они такие огненные, прям, зажигающие, действительно, он прям, такая села, прям, хочется встать и что-то сделать, для кого-то что, там, ну, не знаю, ну, я думаю, ладно, он в каждой своей проповеди вот затрагивал тему сектанства, баптизма, я умерла, но сейчас я Игна Техниче позвоню и расскажу ему про исходы, всю правду, вот, ну, и у нас были две беседы такие острые, одна, вторая, там, на тему Икона, на тему церкви, все, на третью беседу, Зайгна Технич, все, я сдаюсь, складываю оружие, перехожу обратно, в церковь возвращаюсь, вот, я хотя бы вам зачитать его, два стихотворения, если вы посмотрите, он написал, вот видите, четыре тома проповеди стиха, здесь 3800 стихотворений, может быть, 3398 стихотворений, ну, можете себе представить, да, и у него здесь есть такая сводка, очень легко понять, о чем вообще здесь речь, сейчас я, секундочку, секундочку, Узнав, сколько раз в моих стихах встречаются некоторые слова, Игнатихович пишет, можно понять, о чем у них речь. Иисус 1459 раз, Христос 3439, священник, священное священство 379, Смерть 1464, жизнь 1544, храм 724, церковь 572, воскресенье 666, Библия 1454, Писание 835, Евангелие 710, Далее 229, Псалмы 125, ну и так далее. То есть сразу можно понять, о чем у них эти стихи. И Игнатихович сам говорит, это не то, что стихотворение, это скорее проповеди стиха. Вот сейчас я вам зачитаю два. Одно эпиграф к стихотворению из Откровения 10.6 «И клялся живущим во веки веков, который сотворил небу и все, что на нем, Землю и все, что на ней, и море, и все, что в нем, что времени уже не будет. Время деньги в детстве услыхал, но, читая Слово Божие, подметил, Что б ни делал, спал, сидел, пахал, все равно летим мы, как комета. Время невозвратное есть тайна, из безвремени кого, какого появилось, И куда уйдет, когда настанет вечность, когда небо свитком слилось. Нам отпущена такая капля, малость, порошинка мелкая, И менее того, миг прошел, поменьше, что осталось, На себя, на ближних, на врагов. Сколько суеты, успеть скорее. Опоздал, пора спал, не поспешил. Солнце к западу, и кровь уже не греет. От сокровища остались лизы, лишь гроши. Не спеши при чтении Слова Божьего. Молишься, когда, Творцу Вселенной, с вечностью соприкоснуться можно, Жертвуя, конечно, только тленным. Стрелки у часов, то вверх, то вниз, Машут безучастно вправо-влево, Чем наполнены сосуды, то есть жизнь, Что в основе у Адама с Евой. Деток нарожать, нарожать и схоронить, Пищи наготовить, уничтожить. Время разрушает и гранит, На кого мы в суете похожи. Однодневки, мотыльки, снежинки, Капельки дождя, и дым, и пар. Мы родились праздновать поминки, Невелик от суеты наварок. Только тот, кто с Богом примирился, Для Христа и ближних жил в любви, Временным сумел распорядиться, Не возропщик на часы свои. И вот второй шестик. Еще вот Ивна Тиховича такое, может быть, сейчас отсюда не видно будет, можете потом посмотреть. Рядом с каждой строчкой стиха отсылка к Священному Писанию. Ну, не бывает человеку, который Библию плохо знает, ему трудно понять некоторые строки, но здесь надо, конечно, воникать в слово Божие. «Придите, дети милые, придите, Господню страху нанужу я вас. Не на себя сошлюсь, а на Давида. Мог поразить Саула, он не раз мог поразить, Но именем Господним смирял себя, Все предавая Богу. Какой пример таким, как мы сегодня, К волшебству тянущимся, к спиритизму, к йоге, Имейте, дети, страх перед владыкой, Ему стремясь, сейчас нам угождать. Не запрещайте бегать детям, прыгать, Но помнить, где опасная межа. За этой грани пропасть беззакония, Там волк и лев, исклонные враги. Вот страшный суд, древнейшая икона, Кого ведут в погибель впереди? В цепях ужасный бопль и море Такого страшного и жгучего огня, А впереди развратники и вуры? Нет, митры, ризы, пастыри явнят. Имейте страх, перед судьей мы ходим, Встаем, садимся за накрытый стол, И днем и ночью, все минуты, годы, Перед всевидящим ложился или шел, Страх перед Богом крепкая узда, Удержит вожделение и потушит, И за ограду возвратит назад. Внимайте все, имеющие уши. Вся жизнь над пропастью, На маленьком уступе, Внимание, опасность, осторожно, Тернистый путь, сияющие струки, Страдалец пиву обновляет кожу. Страшитесь, дети, огорчить родивших, Убойтесь Богом, церковь забывает. Кусок последний разломите нищим, Не уследитесь собственного звания, Начало мудрости и знания полнота. Есть страх, Господи, да не огорчу, Любовь мою, Спасителя Христа, И страху Божьим верных научу. 86 год, 8 сентября, Тернин писал на технический день. Все, спаси Христос, братья Бога. Спасибо, Христос. Никола, следующего анатора. Ну а я не знаю, кто-то еще будет противникать. Я тебе скажу, я коротко варю. Сестра еще обязательно что-то скажет. Да, да, да. Денис Симов, я слышал? Меня зовут Илья Набоков. Я веровал в Иисуса Христа после прочтения Библии, но вера моя была бездействована, пока не услышал проповеди Игнатия Тихоновича Лапкина. И в одной проповеди я услышал, когда Игорь Пикарьевич сказал такие слова, что храмы пусты, в храмах людей нет. И для меня это было такое, знаете, как-то я хожу в храмы, а там люди же, люди ходят в храмы. Игнатия Тихонович говорил о духовных мертвецах, то есть храмы полны духовными мертвецами. И в третьей главе Иоаннгелия от Иоанна Иисус Христос беседует с Никодимом. И Он поднимает такой вопрос о рождении свыше. И там Христос говорит то, что кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие, а кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Небесное. Я бы хотел всем сказать то, что нам надо задать себе такой вопрос, о рождении я свыше, и имею ли я водительство Духом Святым. И есть замечательная проповедь Геннадия Паста, это он уверовал в доме Игнатия Тихоновича, он был не на них немец, но у него есть замечательная проповедь о рождении свыше. И я хотел бы всем посоветовать и послушать найти в интернете. Спасибо всех, Христос. Благодарю всех. Спасибо, Христос. Еще трое не выступали. Спасибо. Николай, мы же что-то потом не дается. Всех просим сказать. Нет, не приняты. Ладно. Николай скромный у нас. Он работает в Шереметьево, IT-специалистов. Я поснимаю. Он, видите, не хочет говорить. Ты, ну, может, скажешь, как ты его. А зачем выходить? Дайте микрофон. А как удобно, я не знаю. Миша, дай микрофон. Ты, ты. Ты, ты. Ты, ты. Меня зовут Екатерина Хаченко. Я проживаю еще около в Носковской области. Я являюсь прихожанкой Челковского собора в городе Челкова. Но одновременно могу сказать, что стала истинно верующей по Евангелию тогда, когда я услышала проповедь о свете Святой Библии Матя Тихонича Лапкина. До этого я считала себя очень такой ревностной христианкой. Как я на тот момент думала, что исполняю, пощусь, детей своих каждое воскресенье в храм привожу, что это я уже исполнила волю Божию от себя. Оказалось, я просто, как потом я выяснила, когда прочла Евангелие, Библию, что это только от начала к моему уверованию. Именно уверованию по Евангелию, по Слову Божию, как Господь от меня живет. Не так, как я себя вымыслила. И для меня стало открытием того, что мы должны свою веру христианскую, евангельскую, как можно горячо говорить ближним и дальним. Не скрывать. Ранее я думала, что нужно веровать потихоньку сам себе, в душе. Как часто говорили, у меня вера в уши. Для этого я и способствую. Этим я и способствую. Казалось, нет. Если мы умалчиваем о своей вере, если мы не благовестуем хотя бы нашему рижнему, нашей семье, нашим родителям, детям, нашему окружению, то мы, как таланты свои, которым Господь наградил нас верой, как притча о талантах, каждый получил свой талант, свои меры. Мы их закапываем. И я поняла, что я талант свой закапываю, если я молчу о Христе, о своей вере, если я не благовестую. Ведь последнее расславление Иисуса Христа, когда он возносился на небо, он сказал, что апостолам, идите, научите все народы крестяне во имя Отца и Сына и Святого Духа. Но мы эту первую строчку наставления опускаем, а крестя мы слышим. Но оказывается, прежде чем креститься во имя Отца и Сына и Святого Духа, полным трехкратным погружением, как должно, мы должны научиться, то есть мы должны понять, во что мы крестимся, в кого мы крестимся, что за вера в нас. Этого многие из нас, конечно, не знают, которые приходят в таинственное крещение. И поэтому я для себя открыла, что мы не должны молчать. В свои молчания мы зарываем свой талант веры. Потому что вера – это дар Божия от Бога. Я смотрю на окружающих. Если вокруг меня люди намного лучше меня, по человеческим качествам, но они совершенно неверующие. У меня огни душа плачет. Я думаю, почему же так? Я себя вижу хуже, но я верующая. Я так говорю о Господе. И у меня есть такое желание говорить всем о Христе. Но когда я пытаюсь сказать окружающим, не воспринимают. Или принимают за какую-то сектантку, или за ваптистку, или еще чего-то. Говорят, ну читаешь там Библию, веруешь, и делаешь вверх и хонка. Но это оказывается, такая мысль такая, она не полюбит ближнего. Поэтому если мы ближнего любим своего окружения, мы должны обязательно говорить о Христе, о Его спасительной жертве, что Он умер за нас на Христе, воскрес и дарвал нам всем жизнь вечную, открыл нам путь в вечность. Поэтому еще раз я призываю, по возможности не стесняться, не скромничать, ложным следом прикрывая, что я возгордиться, может быть, нам говорить надо о спасителе как можно чаще. Это есть наш талант, который мы умножаем, который Господь нам дает. Поэтому благодарю Господа Бога, Моя Иисуса Христа, Спасителя и Искупителя, что дал мне эту веру, и чтобы Он дал мне возможность делиться этой верой с родными и близкими. И также благодарю Игнатия Тихоновича Лапкина, который помог мне понять смысл евангельской веры, которую ранее я уже не до конца открыть. Благодарю отца Кирилла Сахарова. Я не раз приезжала ранее на службу, ко мне очень понравилось. С детьми приезжала. Спасибо, Всех Христос. Благодарю. Спасибо, Христос. У меня слово «мало». Почасу-то меня вспомнили. А то есть Игнатий Тихонович, так Игнатий Тихонович. Он очень хорошо у Вас отзывается. Несмотря на все комментарии, всегда очень в молитвах вспоминаю. У нас семи кратная молитва, в нашем интернет-содружестве. И Ваше имя постоянно у нас на уставах. На Содружестве около 170 человек, поэтому Вы в наших молитвах. Спасибо, Христос. Благодаря Вашим молитвам я еще на плаву. Это давно уже. Да, слава Иисусу Душу. Меня зовут Сапей, по имени Тихонович. Я живу в Москве. Я тоже думал, что я верующий. И когда меня спрашивали, а есть ли Бог, а кто Бог, я никогда не отрекался от Него, что есть Бог. Я знаю, что Он есть, но вера моя сейчас, у меня глаза открылись. Насколько я сейчас больше знаю, больше, ну откуда я это знаю, откуда мне это открылось. И мне попалась незначительная брошюрка в руки. Ну, посмотрел на него тоненько, написанное заповеди Божьи. Открываю, читаю. Люби Господа Бога всем сердцем, всем разумением. Я начинаю всплывать внутри. Во мне что-то горит. Не убей, не кради. Я продолжаю дальше читать. И во мне все сгорает. И как будто бы я слышу откуда-то виновен, виновен. Как будто бы все это нарушаю. Никогда я не соблюдал и не знал. И думал, а где же Божье слово услышать? Кто может о нем рассказать? Где это все возможно открыть и узнать об этом что-то? Нигде ничего нету. Подумал тоже изначально старообрядцем, но никогда не переходил никуда. Вот как было в Русской Православной Церкви. Там и остался, но думал, искал. И тут мне отец говорит, вот посмотри, тут человек в интернете какие-то пишет патриарху письма, какие-то наставления. О чем этот человек говорит? Я начинаю слушать, что он как бы подсказывает, а как размышлять над Словом Божьим. И весь смысл в том, что я прочитал Библию от корочки до корочки. Мне, о чем он говорил, меня вот открылось. Вот она, вот звучит где. То есть, если вам попало в руки Библии, Евангелие, какой-то стих, стишок из Евангелия, вникните, что там написано, для чего написано, для меня написано, как спастись, где ты будешь? В аду или с Богом в раю? Ты не оставь эту мысль, не откладывай ни на завтра, ни на минуту, а просто проникни в это Слово. И одно, тебе Бог много что откроет в этом. И если ему будет угодно, конечно, он откроет и покажет евангельский путь к жизни, как мы должны жить. Все оставить греховное, просто растоптать. Вот у меня техниче есть такое хорошее выражение, совесть, о совести. Я вот внутри мне всегда что-то, а что это внутри говорить не знаешь. А оказывается, это совесть. А совесть это тот участок души, через который слышится голос Божий. Не отклоняй его. Услышь, что он тебе говорит и исполняй. Спаси все, Христос. Ну, скажем прямо, что группа прихожан по своему облику и устроению не очень типична для среды РПЦ МП. Что касаемо Игнатия Тихоновича, конечно, феномен Божий дар настоять нашему народу в эти последние времена пробудитель совести. Никто так не смог воздействовать на сердца людей, как этот небольшого роста, кирзовые сапога, бухайки зачастую. Человек, который освоил, как никто другое Слово Божие, и которое, как преподобный Серафим Саровский писал, как ум как бы плавал в Священное Писание. Так и Игнатий Тихонович, он по любому поводу, по любому случаю может привести соответствующие тексты Священного Писания. Он смотрит на все явления окружающего мира, настоящего какого-то человека в свете Слово Божие. Вот что ценно. И какие-то мишура авторитетов, дипломов, званий, его не завораживают и нисколько его, так сказать, для него не главный аргумент, а только вот знание Слова Божия и жизнь по нему. И для нашей Церкви, человек, который возвысил свой голос по поводу серьезных, зачастую, отступлений канонического характера, он насчитывал до 58% регулярно нарушаемых правил. Да, это очень важно, что есть такой человек. И вот сказано Слово Божие живое действие на стрия, леча, борьба острова доходит до разделения души и тела по мышлению. Состава Божия. Да, вы уточните. И вот, интересно, Игнатий Тихонович, еще в советские годы в Киеве стоит около Андреевской церкви, которая на горке расположена по преданию там, как поверил апостол Андрей, идет группа немецких туристов. И они по-своему начинают говорить и как бы в сторону этого мужичка говорят, как бедны эти русские, какие они нищие, вот такие и так далее. А Игнатий Тихонович подходит к ним и по-немецки, на чисто немецком языке говорит, а вы знаете, у нас у русских материальное на втором плане, у нас на первом плане духовное. И так же была с английской делегацией, еще какой-то французской, он на этом языке, на их языке, на чистейшем языке. понимаете, свежий взгляд на все проблемы, на события какие угодно, в Чечне, например, на то, как себя Прибалтика ведет. Обычно, как мы говорим, вот такие русофобы, эти Прибалтика, карлики, прибалтийские, там что-то вякают и прочее. Он говорил, что мы сами во многом являемся причиной. Почему мы так себя высокомерно ведем, живем там десятилетия и не можем выучить язык. Это же нормально жить, так сказать, в какой-то республике, знать, это знак уважения и так далее, и так далее. То есть, свежий взгляд на все проблемы, незамыленный взгляд, идущий от родняков Слова Божия. Я специально немножко распаляюсь, потому что знаю, что дойдет до Иннатия Тихоновича, как я о нем говорил высоко. Но это я искренне говорил, с первого дня знакомиться с ним, в первом томе моих воспоминаний, там целая глава большая, посвященная ему, мои впечатления после посещения лагеря в деревне потеряем на Утая. Там все было уже тогда сказано. Конечно, его книги, его бесколесное служение, его уникальная эрудиция, память, талант, расстояние языков, Слова Божия, это многого стоит. Он и все жития святых на зубок, и того же Солженицына начитал на диктофон, и ангибелагула, и все такое прочее, за что пострадал, был вузом. И часто был гоним, часто был гоним, такая сцена, скажем, там, в Барнауле, стоит на папке и плачет, что от народа Слово Божие сокрыто. Или может довести до слез какого-нибудь маститого протеерея, говоря, ну, зачем ты пришел на это служение. Ну, ты же не возрожден, ты же не несет Слово Божие людям, и так до слез доводил, маститых протеереев, такими словами. Вот, мне тоже доставалось, вот, но, тем не менее, это не отразилось на моем отношении к нему, я смиренно все воспринимал, я отдавал ему должное, вот, и он на прощание сказал, полюбил я тебя, ягумен, хотя, при случае обречал, например, говорил, ну, что ты ходишь, как беременная женщина с таким брюхом? Я говорю, Игнати, я ем мясо, не ем, это, значит, много спишь, вот, и так далее, такое было. Теперь, наверное, вопросы от наших прихожан, оставшихся, давайте мы Илью попросим, он сейчас пойдет на послушание свое, если есть желание что-то сказать, пожалуйста. прихожан, 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 будет говорить или нет, Илья Тихо спросил, что все, кто получает книги, они бумагу дают, на митрополитернии выбрал бумагу, что он получил книги, и от вас тоже Илья Тихо спросил такую бумагу, он говорит, готовит бумагу, чтобы получили книги, и главное, чтобы эти книги не лежали, не лежали, потому что вот у нас сейчас так получилось, что читали уже, из трехтомника, сейчас на трапезе, чтобы они не лежали, они были где-ли, может быть, это на, поскольку проповеди стихах, может быть, это на проповеди вы примете, там во всем темам можно найти, стоп стихотворения, они все по слову Божию, это первый момент, второй момент, вот проси узнать, в праве Христа Спасителя, есть ли библиотека, чтобы туда подарить, может быть, не знаете, не можем сказать. Добрый день, меня зовут Николай Сироткин, я буквально, мне 38 лет, рад, что вы так приняли нас очень хорошо, я себе как-то расскажу, я до 24 лет буквально, улутил с этим миром, ну, я был неверующий, вот, пробовал все, что возможно, там, мне невозможно, и докатился буквально на ручки, и, и у меня лежала дома Библия, и я стал ее просто читать, и я читал, и меня она настолько захватила, я прямо от корки до корки ее читал каждый день, каждый день, каждый день, и меня просто переполняли чувства, то есть, у меня из-за того, от вон, был дух, и я и плакал, и не смеяться какой-то момент, потом мне было неприятно, какие-то вещи, потом наоборот, было приятно, за кого-то я переживал сильно, за кого-то меньше, там, ну, меня просто перевернуло все душа, но я прочитал ее, но я прочитал ее, да, это дух мой затронуло, мне было это очень, я понял, что это очень большую ценность имеет, Слово Божие, но прошел год-два, и я наткнулся на ролик Игнатия Тихоновича, и начал смотреть его канал, и увидел, как люди Слово Божие исполняют, и вот это для меня было открытие, и я даже не знал, что это возможно, то есть, я нигде этого не встретил, нигде этого не видел, и вот это видеть то, что Слово Божие можно исполнять, это придает ему не только какую-то ценность, просто становится смыслом жизни твоей, потому что написано так, что «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Игнародного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». То есть, жизнь наша заключается в том, чтобы уверовать в Христа и иметь с Ним потом вечную жизнь. Вот. Спасибо, Христос. Митрополит Антоний Граповицкий, основоположник Русской Зарабельной Церкви, подарил панагею митрополиту Церкви Строгородскому местоплестителю, потом патриархом. Патриархом он стал. На обратной стороне панагеи было написано «Дадите нам от Елея Вашего». Это из притчи о мудрых и мирозудных девах. А сейчас, видя, как выступали братья и сестра, от огня, от огненной веры Игнатия Тихоновича, вы вот эти огоньки восприняли, и как это важно, когда люди, допустим, по накатанной дорожке учитывают правила, допустим, там, в каком-то ритме живут церковном, привыкают к нему, и как бы вот это вот чувство живое, когда стоим скипи, что такое православие? Это живая вера в живого Бога, а не просто церковность какая-то, обрядность. Вот. И вот это как раз важно послушать таких людей, которые могут зажечь других. Вот. Какой-то уже такой мирок, может быть, иногда затклый, свежая струя чистого воздуха, евангельского благовестия, она как бы вбывается, как бы помещение держит так душно и вот как бы освежает, освежает. все вокруг себя. Игнатий Тихонович, когда лежал на операционном столе, он сказал, что меня без наказа делать операцию, он пел псалмы когда-нибудь и проповедовал на операционном столе, вот это в моей книге тоже об этом написано, но о нем можно бесконечно говорить. Илья, пожалуйста. Братья и сестры, всех с воскресным днем. В первую очередь, хотелось бы поблагодарить гостей, которые к нам сегодня пришли. С одним из гостей уже было знакомство летом приходили к нам. И надо сказать, по рекомендации я нашел канал во свете Библии на Ютубе. С тех пор я прослушал записи по книгу правил канонов православной церкви книга Новая стрижаль. Ну, какие-то вопросы, которые меня конкретно касались и интересовали. Вот, за это тоже хотелось бы поблагодарить за эту информацию. Благодарен за указания сегодняшние по каким-то нарушениям. Вообще, всегда, когда политический подход дел, он представляет ну, как бы, вот, энтузиазм действительно правильное дело. в древом веке тоже который был момент, когда уже люди затухали и когда появился например, Александр Македонский возникло одно, в принципе, все то же самое было, но возник энтузиазм. И люди в нем действительно видели как какого-то ну, последователь вот этой классической греческой традиции была мифология потом была эпоха героев и вот в нем видели то же самое вот энтузиазм на самом деле он способен двигать как для вашего города вот такие вещи очень воодушевляют хотелось бы судя по всему в гости занимаясь словом Божиим и преданием нашей церкви и выпуском ежедневно контенсивном режиме чего на самом деле не хватает вообще в принципе нашему обществу мне это тоже немного даже не немного меня это расстраивает что вообще говоря о святоотических наследиях о священном писании это вообще практически нет мы все как-то в общем порядке делаем формальным образом хотелось бы поскольку люди глубоко в этом погружены задать вопрос священное писание есть ситуации есть каноны есть все написано расписано все напечатано в том числе и вами достать материал нет проблем зачастую люди мне кажется сталкиваются с такой проблемой с этим материалом как с музейным экспонатом ты вроде его имеешь а проникнуть в него не можешь то есть нету каких-то универсальных ключей какого-то метода пути нет путь вхождения через этот лес то есть должен быть какой-то лесник который может показать дорогу чтобы не заблудиться хотелось бы спросить метод и есть к изучению например канонов уставов священного писания священного предания чтобы человек читая текст Библии он с одного места мог сразу уже проникнуть и в другой раз с Евангелия читая притчу оказавшись сразу где-то в книге питьян читая каноны сразу чтобы все это вместе переплеталось или это просто опыт такого интенсивного ежедневного чтения дает какие-то результаты что есть то есть путеводить препятствия на любой вопрос или же все-таки есть какой-то метод путеводитель по писанию по 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 всем тем сочинениям которые распределяются предания нашей цели понятно кто и ответит конечно есть симфония есть толкование святых отцов есть книги геннадия тихо новичайший вот в этой книге к истинному православию вот здесь есть раздел пособия называется шестой раздел здесь есть пособие по изучению евангелия от марка там очень много вопросов с первого места начинается и вопросы вопросы и вот так группой собираться если изучать пособие евангелия от марка там очень много вопросов и если все это пройти то реально душа может родиться свыше есть пособие по беседе с людьми различных убеждений пособие о воспитании воспитателей пособие в помощь кающему священнику пособие по беседе с сектантами и на разные темы сектанты можно еще добавить да простого человека пришел у него нет возможности изучать огромные гулянты с этим акцом поэтому самое лучшее на технике говорит что у нас есть это благородие блаженного дела он не самостоятельно авторов он переработал златоуста и сократил его и сократил его потом он добавил что-то изглаженного иронима с ребенка это все очень гратко и чтобы именно для простого человека который пришел с работы и стал ему надо почитать на ночь или с утра почитать чтобы пойти на работу заряженным словом боже поэтому главное начать с изучения нового завета именно столкования а дальше уже каноны они будут сопровождать это как вы знаете вот есть параллельные ссылки в святую библию они нас отсылают к бытие к другим книгам точно так же канонам это все будет отсылать сейчас все каноны доступны сейчас такое благодатное время что у нас все есть все книги все каноны все переводы на русском очень много на всю жизнь хватит но проблема в том что это все лежит и никому это не надо я говорил я был баптистом там можно с любым поговорить на священном санят с любой женщиной она может знать писание лучше чем средний допустим священник московской патриархии но там они заблуждены потому что они отвергли толкование церкви и это страшная правда конечно а у нас все есть все богатство и мы не хотим взять у нас все под ногами лежит вот я вот это страшно золотомолк говорит что крестить ни одного таланта не надо а душу обратить нужны тысячи талантов как одного святого поймали боговитя он говорит вы православные не знаете слова божия он говорит на одной нанесной расскажу вам полностью вы как так вот она не крестит тебя если так сделаешь он ногу поднимает люби бога людей и ногу поставил у вас книга такая толстая беда это пояснение пояснение это крестит очень трудно так можно сказать отпускаем вас спасибо по стилистике ваши выступления напоминали то что приходилось видеть в апрестах адвентистов даже выходили выходили значит там карящиеся я был такой значит такой я проводил перетол добра жизни потом я встретился со Христом покаялся что-то напоминает так Владимир что вы по этому полу выдумываете на что я думаю это я скажу очень коротко мысль одна пришла я здесь сегодня только зашел в храм и видел вы ясные незадуманенные прелестями мира глаза были дикнии и мне было фотографически приятно снимать их облик люди молодые бороды все как раз хорошо сочетается с храмом ну вот сегодня выступили ребята просто симпатия свыше вверх но вот я смотрю они с некоторым сожалением они вынуждены общаться в виртуальном мире один в один храм ходят другой 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 третий в третий прекрасная барышня в четвертый сегодня вы побывали на этой сельке ну и что вам настоятель друг вашего наставника может быть сугубену Кириллу советую все слово благословить чем площадка выражать современную музыку для вашей вообще карты на веселье спасибо спасибо я думал спросят какие ваши впечатления на веселье обычно я кому-то такой вопрос подсовываю из прихожан могу спросить озвучить званарь певец библиотекарь скажу одно что рад вас видеть потому что у нас вообще маленький приход а тут бац это у меня гости и простые сказать пиццы и особенно приятно что у вас наставник я его не знаю я обязательно посмотрю в ютубе и думаю важно какие-то выводы сделаю в целом все так как говорите да у меня какие-то были мысли я просто сейчас как я не готовился я не могу высказать что я хотел уточнить у вас но в целом конечно будет приятно если вас здесь видеть потому что вы немало знаете и это обогащало нас просто такая мысль не все что говорят сфриации нужно буквально так воспринимать потому что не не равный а не так сказал что он крещит потому что крестить все таки чтобы крестить надо понимать правильно крестить крестить как положено тоже такая проблема для многих как бы то все равно где-то все равно есть если о чем поговорить есть дела которые надо решать но а когда ты слышишь что-то мнение которое тебе ближе это как-то укрепляет собственно я пока опять скажу спасибо вам надо решать проблему личного характера создать семью Миша опять попался Владимир сейчас начало фильм Владимир Миша за то что вы есть с нами приселили служение за то что вы пришли с такими драгоценными норами и с норами от своего учителя, духовного наставника. Это на самом деле драгоценно то, что время такое, когда единомыслие и соборность, наверное, самое важное сегодня в процессе тех событий, которые происходят в Житейском море вокруг нас. И вот я присоединяюсь к Владимиру, который пригласил использовать территорию Весеневскую. Это как отец Крилл благословил, но было бы замечательно, на самом деле, если бы такие вещи у нас были бы чаще, они, наверное, бы приносили в пользу не только нам, тем, кто на кресеньке, но и тем, кто вокруг нас. И самое важное тоже, конечно, здесь то, что мы сегодня увидели, что нас много, даже в таком, хотелось бы, хотя бы ограниченное количество, но много всего внутреннего стремления. И вокруг увидели вокруг себя живую веру. Это очень такое чувство иногда бывает зеротства в мире, когда идешь по улицам или вообще из-под транспорта, и понимаешь, что не у всех вокруг тебя глаза или сердца исполнены того же духа, который хотелось бы разделить с ними, когда идешь из храма. Поэтому для того, чтобы какие-то вопросы задать, нужно знать, ну, в первую очередь знать о том, что в этих книгах, или услышать вашего духовного наставника, я, к сожалению, не очень много, вот только из статьи отца Кирилла, когда прочитал первый том, те воспоминания его о посещении, я посмотрел в ютюбе, ну, посмотрел буквально несколько, так сказать, репортажей, и, безусловно, вот такое живое общение и углубленное понимание, понимание, оно было бы полезно именно в силу того, что нам всем нужно почувствовать, что мы, на самом деле, здесь друг друга поддерживаем. Потому что вера-то, она, на самом деле, укрепляется именно соборностью. Вот здесь приводили пожелание, так сказать, придерживаться святых отцов. Но живая вера, она тоже, на самом деле, соборы, которые эту веру устанавливали, они тоже ее устанавливали, и ее, так сказать, применяли, приведите к тому времени, в котором они жили, и соборно. А наша вера сегодня, может быть, более, так сказать, нуждается именно в таком живом общении, возвращаясь опять к тому, что Благодарю сказал, в разных храмах и виртуально. Вот желание такое быть чаще вместе, чем мне нужно привлекать вот это ощущение на Берсеньевке. То, что мы здесь друг друга можем увидеть, услышать, и отец Клиент позволяет каждому выставить свободно то, что из гостей, из присутствующих, каждому выставить то, что для него одно сердце самое живое, именно в вопросах богопознания и богообщения. Ну и вот единственное, что, так сказать, в какой-то момент у меня такое, вот, в плане, сказать, неспокойствие такого, могу просто поделиться, это вот то, что такое отношение к русскому языку и к церковнославянскому языку. Может быть, вы меня поправите, там, или я потом, разумею, посчитав побольше, так сказать, из вашего, из книг, о том, что, ну для меня сегодняшнее понимание того, что когда 15-й век и главеновская реформа по русскому языку явилось, как бы, отражением освободения веры, ну это такое было, так и привлечь в храмы больше людей и дать им понимание более, так сказать, широкое распространение Слова Божьего на территории Российской империи, на сегодняшний день такое ощущение, что, когда, вот, просто по практике, когда встречаешься с некоторыми священнослужителями, в храмах присутствуешь, при том, что отче наш читает на русском языке, или евангелие на русском языке, или отцы, это какой-то такой шаг, обычно, знаете, кто читает на русском языке, просто из практики говорится, читают на русском языке из тех отцов, которые приходят предиквестить. Молодая пара, прям при нас было здесь, мы как раз в это время, кстати, были там служебным, со служебным заданием, вот, приходит молодая пара, вот мы пришли креститься, хорошо, а как вы хотите креститься, будем раздевать или одетыми будем, так сказать, мы не знаем, как было, ну, как вам удобно, будем раздевать или не будем раздевать, ну, как вы посчитаете, ну, давайте немножко раздевать, ефть и одежду снимем, а потом, а как, будем, будем окунать или будем поливать, хотя священник, он спрашивает у тех, кто, чтобы ребенок везти, и вот, вот эти, вот эти, это не судьба в одном храме была, если бы в одном храме, так вот, окей, ну, я сейчас, вот эти, такой же священский язык, так бы вы говорите, из молодого, из молодого, так сказать, поколения, так сказать, выпускников, они фактически, ну, если очень не просто по трампу, по тому, с чем сталкиваешься, обычно, они первые, так сказать, те, кто начинает применять практику русского языка в передаче слова Божьего, и сейчас уже речь идет о том, чтобы перевести русский язык, так сказать, в литургическую, так сказать, практику, чтобы давайте литурги на русском языке будем читаться. С одной стороны, вот мы, как бы, ну, я еще наведу Николу о том, что он у Павла, так сказать, нам засчитал собрание святых отцов соборных, а это традиция, на которой мы стоим камень, ну, церковный язык богослужения, это тоже камень на самом деле, мы когда ездили по, у нас такая, так сказать, был проект, так сказать, по, так сказать, православию, и мы ездили по разным странам, по православным, и, так сказать, Сербия, Болгария, Греция, там, очень много, много, так сказать, посетили стран, и в чем появилось, так сказать, то, что перевод, например, на богослужение церковно-славянского языка на местный язык, на национальный язык, следующий шаг, который пошел, о том, что мы в Болгарии и в Сербии говорили, следующий шаг был, это переход, так сказать, с церковного языка, так сказать, с церковных текстов, так сказать, с сербтика-болгарских, на современный бытовой язык, Болгарский секс, то есть, а следующий же потом пойдет, дальше покатится, видишь, как получается, ступил на горку и покатился вниз, а когда уже внизу окажешься, уже поздно будет смотреть на мир. Я к тому, что, может быть, это самое, я, может быть, понял своему недоразумению, так сказать, вот, не знаю, что я немного, так сказать, знаю о том, какие причины побуждают к этому, я просто из опыта, того общения, с которым сталкивался, считаю, что если мы держимся, как, сказать, камня, в котором стоим, ну, вот, с собором и концов, с церковным славянским языком, да, он был тоже, как камень, некий подтверждение, а так, конечно, низкий поклон и милость Божья за то, что мы сегодня с вами здесь. Да, спасибо, Христос. Да, конечно, и своим обликом, своим горением, своими знаниями, это большое дымит для наших прихожан, и слава Богу, что вы у нас, надеемся, не в последний раз. Я хотел просто про язык сказать два слова. Мы языков славянский изучаем, читаем шестов сауми, а потом первый, сейчас второй, третий, шестой, девятый. Зачем? Во-первых, мы сами углубляемся, во-вторых, мы получаем возможность в храме быть полезными, можно становиться чтецами, расположение священника получаешь, помогать как-то, и потом возможность появляется душа в доступ. получить через это, и вести занятия где-то, если дадут. Мы за язык сакон славянский, но на определенном этапе развития человека. Если он приходит только в храм, и ничего не понимает, он ничего и не поймет на сакон славянском. Спрашиваешь на клиросе, и же херувимы, что значит молчание? Мы подобно херувимам. Я уж не говорю, там греховы передо мной есть вынуты, там столько слов есть интересных, и кто-то плохо не может отвисить. Даже священники. Можно словом? Да, вот просто. То есть мы церково-славянский язык изучаем, мы на нем молимся тоже, но для обращения используем чаще русский. Вот кому интересно, пожалуйста, посмотрите, в книге «Истинного православия» есть глава о слове. И там приводятся примеры житей святых, когда Кирилл и Мефодий возгорелись прямо в вере евангельской, и у них была задача просветить славянские народы, чтобы им было понятно, хотя бы приблизительно, там они на южнославянский переводили, ну хотя бы хоть кому-то было понятно из славянских народов, что вообще говорится в богослужебных текстах, особенно в слое Божьем. И против них выставали такие силы, потому что они говорили, что у нас вот есть три сакральных языка, еврейский, греческий и латинский, и все, дальше и не шагу назад. То есть сейчас, тогда перевод на славянский язык, это был тоже так, что сейчас перевод на русский язык. Это был полный модернизм, полное вообще новшество, и против этого выставили огромные силы. Но Кирилл и Мефодий слепые, они все это почти ни за что, стали переводить, просветили светом Евангелия славянские народы, но потом вот так получилось, что церковный славянский язык стоял на месте, а древнерусский, который раньше был очень похож на церковного старателя, он все развивался и развивался. И поэтому я просто к чему говорю, не то, что я не против, я сам могу устанавливаться в Библию острожскую, и читаю ее каждый день. И понимаете, я нахожу там такие слова, которых нет, что словолеть и чем-то 30 тысяч слов. Как это переводить, непонятно. Но вот братья консильные собирали, как переводить это слово, непонятно. Причем в ключевых местах, где говорится, что я с Богом боролся, как это понимать. И там я могу понять этот текст только после того, как, допустим, есть книга «Бытья» там более-менее понятна, а какие-то «Премудрость» Соломона, еще какие-то. Ты читай, ее может быть только, если до этого на синодальном прочитал целую главу, потом сразу же это на славянском. Тогда ты что-то начинаешь понимать. Так это практически невероятно. Я не знаю ни одного человека, который говорит, что я читаю только на славянском, не прикасаясь к синодальному, чтобы он знал хорошо Библию. Я ни одного не знаю. И, к примеру, простой тест. Возьмите книгу «Вторая парень-пойменная». Вот человек говорит, что я знаю славянский язык, я говорю, хорошо, давай я тебе открою главу случайную. Вторая парень-пойменная, восьмая глава, начну читать. Вначале на русском прочитаю, да? И ты мне ее перескажешь, и он перескажет. А потом на славянском. Я нормально, он мне читает на славянском. Да, попробуй, скажи, перескажи своими словами, он ничего не перескажет. И суть-то в том, что Христос говорил со своими учениками на простом понятном языке, там, на арамейском, который выходил. Все Евангелия переведены не на какой-то сакральный язык, а на простой греческий язык, там, на речи я задолго их называть, коэн или как-то. То есть сакральный язык – это тот, который доходит до сердца человека. Это не тот, который веками идет, и вспомните историю, как Наложеного иронировал Стрекионского. Помните, как мы его восстали, когда он ульгато перевел? Ну, чтобы было более-менее непонятно на латынь. Его восставали там, чуть ли не Ильевис, их обвиняли, но все равно потом церковь эта латинская приняла этот перевод. Потом они пошли еще дальше, сейчас уже много ульгато, но там они, конечно, уже уклонились немножко. Ну, ладно, это уже другая история. Ну, так вот. Помягчали, помягчали в отношении церковно-славянского языка. Раньше была более жесткая позиция. Сейчас помягчали. У нас… Подожди, Владимир, что ты тут дискриминацию разводишь? У нас еще маточки не выступали. У нас в последнее время процент армян в общине возрос вдвое. Была одна Татьяна Лалаева, сейчас прибавилась. Вот, Татьяна, что вы думаете по всему тому, что вы услышали и увидели? Ну, батюшка, я хотела бы несколько слов сказать. Миша, работает он? Да, по поводу земных поклонов, посредственных и праздничных дней. Если бы… Говорите, говорите. После кончины метрополета Санкт-Петербургского и Ладожского и Анна Снычева были опубликованы его письма некоторым духовным чадам. И вот в одном из этих писем он, как раз по поводу, отвечая на вопрос о земных поклонах в воскресные и праздничные дни, сказал, что земные поклоны бывают разные и их следует различать. Бывают земные поклоны, которые мы выражаем в своем поколении и сокрушении обрехов. Именно такие поклоны и запрещаются в воскресные и праздничные дни. А по поводу поклоны, которыми мы выражаем свое благодоление и почитание святых дней. Ну, самое главное, что эти поклоны, которые у нас сохраняются в воскресные и праздничные дни, они идут под древность и согласно уставам, тупиконам и так далее. Владимир, у нас будет завершающий снимок через 5-7 минут. Женя, Людмила, супруга Владимира. Я хочу сказать еще о выцерковлении. То есть не надо даже читать Библию ни на каком языке. Надо просто идти в храм и почувствовать в храме Бога. И не уходить оттуда. И не надо, отче наш, на русском языке. А постепенно эта молитва, отче наш, на церковном столе, она проникает туда, в сердце. Так приводит детей маленьких, совсем, и двухлетних. Их так подцерковляют тоже. И когда мы бывали за границей, каждое воскресенье мы обязательно в храме. Не зная языка. Совсем. Но Бог-то там есть. Он там, и мы с ним. И вот так можно выцерковиться. А вот это вот перевод на языке, как Володя говорил, обратный процесс какой был? Служба на церковно-славянском языке в Болгарии и Серпии только в нескольких монастырях. И мы туда пришли, и мы там дома. Мы все понимаем. И мы понимаем, Боже мой, несколько столетий назад мы единый народ. Абсолютно. И славянский. И мы говорили на едином языке. И за эти столетия нас разлучили. И это стараются сейчас сделать у нас, как им удалось сделать в тех славянских странах. Это вот то, что... А, по церковно-славянскому языку еще что? Вот вчера в интернете, на ленте, попалась фотография шлема, явно грозного, который хранится в музее национальных сокровищ в Швеции. И вот на этом шлеме написано, значит, говорится, не шлем, а шлеман. Шлом. Шлом. Да, шлом. Шлом. И там написано, господаря. Это вам говорит сразу, да? Господаря. Господний дар. То есть император, царь, это дар господа нашего нам. А там дальше написано, самодерживаться. Ну, как-то, да? Нам. И вот для этого надо читать церковно-славянские книги. Ну, а потом еще несколько лет назад патриарх Кирилл, когда его спросили, а что вы сейчас читаете? Он говорит, я кроме словарей ничего не читаю. То есть нам помощь словари. Сравнивать, искать, изучать, потому что Бог наш, это слово. Я думаю, патриарх поскорбничал, так сказал. Потому что я помню, в Данилово монастыре мне в алтаре говорит, я к тебе приеду. Ты же писал об этом, а я действительно давал интервью, НГ религии. О том, как мне представилось, что патриарх ехал по мосту, вот скромненько в мальту один заходит к нам, все церковь взглядом оценивает, делает выводы, вот и так далее. Еще одну секунду, что мне пришло, как бы, глядя, на всех наших молодых людей. У них нет вручальных колец. А Господь сказал, плодитесь и размножайтесь. Он сказал, что человек это двое, двое, муж и жена. И я вас призываю искать себе женку. Они-то вас, может быть, и выбрали, и взяли, да не могут, потому что Господь установил иерархию. Сначала муж, а потом жена. И вот эту заповедь Божью плодитесь и размножайтесь, найдите себе супругу. Я желаю всем исполнить и создать свои семейные церкви. Потому что неизвестно, вот была такая ситуация, что мы не могли прийти в храмы, храмы были закрыты. Где мы молились? Молились дома. Вот. А у вас будет вот семейная церковь, муж, жена, детки, которых вы поведете к Христу. Это в первую очередь. Не чужих, которые, как вы говорите, умер в мертвеце. Вы родите свое и ведите их в Богу. Исполните заповедь. Муж слушал, улыбаясь, как всегда, и подумал, молодец, мать, врезала молодежь. Так, Владимир, уже коротко давайте. Вот Владимир, наш косачок, хотел сказать. Нам надо закончить полтретьего, осталось восемь минут. Здравствуйте. Меня Алексей зовут, я не мастер, конечно, слова, поэтому, во первых словах отцу Кириллу большая благодарность за то, что, конечно, под его именем мы тут собрались и нашли друг друга. услышали такие слова мгновенные, глубокие. От себя хочу что сказать. Ну, мне 48 лет, так, к Богу я пришел достаточно поздно, короче, год-три назад. Хотя, имею образование медицинское, много там познаний, остроении человека и так далее. Но вот учаюсь этому всему, естественно, ни разу нигде не упоминается ни Христос. И, соответственно, вот такого уровня выходим мы из институтов. Не находя пути к людям, к их основе, да, к душе. И вот хотел еще что? Игнатия Иванкина так же вот вспомнить в таком плане. У него есть такое слово, он говорит, экстраполяция. То есть, то, что мы читаем в Библии, ну, желательно, конечно, увидеть в окружающем нас мире в наше время. и это позволяет понимать суть написанного и через слово уже находить в себе много недостатков, стараться измениться к лучшему. и это такая большая, сильная, трудная работа, с которой мы ведем ежеминутно, скорее всего, потому что лукавые каждый раз подбивают нас на всякие неприличные мысли, дела и опять-таки вот в веру я понял, что мы все-таки творение Божье и как Бог нас создал, так мы в общем-то и должны вести себя. То есть, ну, вот я боялся, был такой обычный светский человек, можно сказать. и сподобился к тому, что понял, что мужчина должен иметь в общем-то истинный мужской женщина, истинный женский вид. И опять возвращаюсь к Игнарию Тихоновичу. Он люди говорит, что через внешнее это отображение внутреннего. То, как мы выглядим внешне, как мы говорим, как смотрим, как думаем, все это, конечно, зеркало нашего внутреннего мира. И на нас, как мы себя в этом видим, большая ответственность, то, что мы живем в окружающем мире. Сейчас мы выйдем и такая приятная беседа и окунемся в этот лукавый мир, где кругом соблазны, кругом такая сложная установка и политическая, и экономическая. Все нас будет давить. Семьи, дети, дети, в основном и часто. есть наверное кому так сказать счастье, а у кого непослушные и мы испытываем скорби в этом вопросе. Поэтому всем своим видом, мыслями, поступками должны соответствовать и уповая на Господа нести свое высокое имя человека. Плюс хочу еще что сказать. Вот Игнатишин говорит, мы строим православную деревню и в ней пять принципов. Не пить, не курить, не материться, не врать, не воровать. Ну даже вот простому человеку начать располнять вот эти пять принципов это уже очень сложно. Поэтому встречаясь простыми такими людьми мирскими, пытаясь по крайней мере от себя вот эти пять принципов доносить, а общение с вами, с братьями, с сестрем укрепляет в этих мыслях и в трудные минуты не дает сбиться с пути. Ну и естественно с Богом в сердце и мыслях. Спасибо. Спасибо, Вячеслав. Но вы не всем говорите, что вы три года назад только веровали, потому что судя по вашему виду, можно подумать, что вы с младых ногтей где-нибудь в Таёжной и Старопяческой деревне росли и воспитывались. Ну такие чудеса Господь Друзья, полтретьего предел человеческих возможностей можете пообщаться еще в частном порядке. После молитвы я прошу гостей вот там на фоне брата в Кане Галилейской как-то нам сфотографироваться с вами. За молитв Сын Иисусе Христе Сына Божий помилуй нас. Аминь. Той и ся и ся блажите Тя Богородице пресно блаженную и непорочную и Матерь Бога нашего честнейшую хирулим и славнейшую воистину стерок и без исцеления Бога слово родшую сущую Бога родицу Тя велича Аллах и слава Той и Сыну и Святому Духу и Ныне и присно и веки веками И ся и не пол если теперь вы свободны и Бога приятные исполны положите душу свою халю и своя письма приходит и от смерти всего ради осветися и я всем влиянием Божи Звучит песня. 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 Звучит песня.